Китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что 26 апреля началось строительство нового аэропорта в районе Ташкурган, расположенном на Памирском плато. После завершения строительства аэропорт Ташкургана, который граничит с Пакистаном, Афганистаном и Таджикистаном, станет первой воздушной гаванью, находящейся на высоте 3253 метров над уровнем моря. Для проекта было инвестировано 630 миллионов юаней. Китайские власти сообщили, что аэропорт будет введен в эксплуатацию в июне 2022 года. Мощность аэропорта составит 160 тысяч пассажиров и 400 тонн груза в год. Коммунистическая партия Китая заявила, что проект запущен в качестве инвестиций в развитие Ташкургана. В свою очередь, пакистанская пресса пишет, что аэропорт будет играть важную роль в китайско-пакистанском экономическом корридоре и в проекте «Один пояс, один путь». Уйгурский бизнесмен, проживающий в США, дал показания о своем родственнике, владельце архитектурно-дизайнерской компании «Шахсарай» 48-летнем дизайнере Рахметая Абдурашиди. Согласно информации «Радио Свободная Азия», Рахметая Абдурашид был арестован и отправлен в концлагерь в июле 2018 года. Через шесть месяцев его освободили. Однако позднее снова задержали и направили в лагерь. Сотрудники «Радио Свободная Азия» выяснили, что информация об аресте основателя крупнейшей компании «Урумчи» отсутствует в китайских СМИ и интернет-ресурсах. Национальное разведывательное управление США пришло к выводу, что новый тип коронавируса не был разработан китайскими учеными. Разведывательное сообщество США соглашается с научными данными о том, что вирус COVID-19 не является искусственным или генетически модифицированным. «Мы продолжаем расследование. Нас интересует, передается ли вирус от инфицированных животных или причиной эпидемии все-таки стал несчастный случай в китайской лаборатории», пишется в заявлении сообщества. Ранее Трамп говорил, что источником вируса может быть инфекционная лаборатория в Ухане. Госсекретарь США Майк Помпео призвал Китай открыть доступ в Уханскую лабораторию для международных экспертов. Правительство Филиппин заявило, что не признают право Китая на архипелаге Парацель и Спратли в Южно-Китайском море. В заявлении Министерства иностранных дел Филиппин содержится оценка указа китайских властей от 18 апреля о соединении архипелагов к территориально-административной части города Саньша южной провинции Хайнань. Филиппинские власти отметили, что не признают администрацию вышеукомянутого города и заявили, что это угроза для суверенитета страны. Отметив, что правительство США приложит усилия для отказа КНДР от ядерного оружия, вне зависимости от смены лидера страны, Майк Помпео заявил, что внимательно следит за событиями в Северной Корее и Китае. Отвечая на вопросы журналистов о состоянии Ким Чен Ына, Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в этих странах, учитывая риски в связи с COVID-19, превратившегося во всемирную пандемию. Результат теста на коронавирус премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина оказался положительным. Об этом Мишустин сообщил во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. Отметив, что по совету врачей собирается уйти на карантин, Мишустин предложил временно назначить на пост исполняющего обязанности премьер-министра своего помощника Андрея Белоусова. Путин одобрил предложение Мишустина и пожелал ему скорейшего выздоровления. Нижняя палата парламента Таджикистана приняла постановление, запрещающее русификацию таджикских фамилий и отчеств. Министр юстиции Таджикистана Музафар Ашурьон при обсуждении документа заявил, что он принимается для формирования национальной идентичности. Отныне при регистрации младенцев запрещено использовать суффиксы ОВ, ОВА, ЕВ, ЕВА в фамилиях, а суффиксы ОВИЧ, ОВНА, ЕВИЧ и ЕВНА в отчество. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА